Добрый день. В первую очередь, я хотел бы поговорить организаторов за возможность представить здесь наша работа в данной секции, посвященную питанию и метаболизму. Сегодня я хотел бы поговорить о взаимодействии между диетой, микробиомом и риском рака. В первую очередь, я попытаюсь объяснить, что мы знаем о диете и ее отношении к риску рака. Дальше я поговорю о человеческом микробиоме и риске рака, взаимодействии между диетой, микробиомом и риском рака. И, наконец, я опишу некоторые ограничения и барьеры, с которыми нам необходимо взаимодействовать, и я опишу некоторые перспективы на будущее. Итак, когда я хотел рассказать про диеты и риск рака, один из важных проспектов уже идет, о нем уже говорил доктор Шарера, предыдущий накладчик. И это Международный фонд развития рака, проект постоянного образования. Этот проект направлен на собор постоянной симпатичной систематической информации и создание некого научного ресурса, который позволит получить самую новую информацию о снижении риска развития рака в зависимости от диеты и физической активности. В целом, этот проект продолжается, он идет постоянно, и каждый раз он нам предоставляет какие-то новые данные, эти данные публикуются. И в 2017-2018 году были опубликованы три статьи экспертов, которые назывались «Физическая активность и рак в глобальной перспективе». И, как мы видим, это потребовало огромного количества времени для того, чтобы достать все данные, извлечь их из, проанализировать и опубликовать, чтобы они превратились в рекомендации. Здесь вы видите самую важную информацию. Из этого отчета я выбрала некоторые важные виды рака, которые относятся к диете или физической активности. Как вы видите, в этой матрице здесь показаны свидетельства того, как диета и все жизни относятся к риску рака. Если вы посмотрите на колоректальный рак, то вы точно увидите, что существует большое количество диетических факторов, которые относятся к риску этого рака. Например, потребление продуктов из цельного зерна – это явно связано с риском рака. Существует явно убедительное свидетельство, возможное убедительное свидетельство того, что цельное зерно, цельный зерной продукт – это важный протективный продукт для колоректального рака. Красные квадратики показывают явно повышенный риск в развитии рака. Как вы видите, например, употребление алкоголя относится к факторам риски многих видов рака. Также показано, что лишний вес у взрослых, как уже нам говорили, также относится к многим вариантам рака. В целом, все эти свидетельства привели к тому, что мы смогли опубликовать некоторые общие рекомендации. И эти рекомендации были опубликованы в последнем отчете, их было 10. Эти 10 рекомендации включают в себя совет поддерживать больше физической активности, соблюдать его придерживаться здоровой массы тела, потреблять больше цельный зерновых продуктов, выставлять меньше алкоголя, предпочитать балансированную диету. Женщине, которая рожает ребенка, им рекомендуется грудное скормление, как для здоровья ребенка, так и для здоровья женщины. Также рекомендуется лимитировать потребление фастфуда, также рекомендуется лимитировать потребление красного мяса или ограничить потребление напитков, содержащих большое количество сахара. Для тех, кто пережил рак, кто выздоровел от рака, рекомендации очень похожи. И свидетельства развиваются, и постепенно это обновляется, привезут новые свидетельства. И один из интересных подходов, который мы видим, это то, что потребление в сильно обработанных продуктах, и я не говорю не о богатых энергиях продуктах, но также о лимонадах, у которых есть искусственные подсластители, которые далеко не обязательно богаты энергией, но которые сильно обработаны в процессе производства, они также повышают определенные риски. Здесь вы видите исследование от наших коллег в Франции, которые изучили потребление ультраобработанных видов продуктов и пропорцию ультраобработанных видов продуктов в диете в отношении их и всех рисков развития рака. И результат исследования было увеличение на 10% доли ультраобработанных продуктов в диете, также вызывало увеличение на 10% риска рака молочной железы. Если мы будем продолжать повышать потребление ультраобработанных видов пищи, мы в значительной степени увеличим заболевания с раком в ближайшие десятилетия. Что же касается микробиома человека и риска рака? Как вы знаете, наше тело колонизировано значительным числом микроэрмонизмов. Здесь показаны общие паттерны потребления бактериальных микросообществ и вирусов. В нашем теле одна и три микробных клетки на каждую человеческую клетку. Эти микробы очень активны. Микробиота сохраняется способность со временем. И в целом мы надеемся на симбиоз, но очень часто это может вылиться в дисбиоз, по причинам, которые я затрону чуть позже. Как вы здесь видите, в зависимости от общих колонизированных зон возможно различие в композиции микробиома. В недавнее время мы провели экстематический обзор. Чтобы посмотреть данные, которые были уже опубликованы в отношении человеческого микробиома и риска рака. Было издано значительное счет публикации. Когда мы выбрали исследование с высоким качеством, это было 56 исследований, которые изучили человеческие микробиомы и риск рака. Из них было одно конкурное исследование, 55 исследований методом кейс-контроля, случаев контроля. И здесь было показано взаимоотношение в 27 случаях, в 27 публикациях отношение микробиома и риска коваректального рака. Затем также было несколько публикаций, которые оказались микробиомом желчной водичной хвостии, микробиомом шейки матки, микробиомом желудка, микробиомом ротовой полости. Это изучалось в различных видах рака. И также было изучено влияние микробиома на риск рака молочной железы. И хотел бы показать результаты взаимоотношения микробиомы кишки и риска коваректального рака. Наверное, большее число исследований было посвящено этому взаимоотношению. В некоторых исследованиях были использованы образцы фекалии, в других использованы образцы слизистых. Здесь показаны красные стрелочки. Они показывают большую частоту риска случаев колоректального рака в зависимости с контрольными случаями. В дверной стрелочках показывают снижение риска. И также, что микробиом, который теперь демонстрировано, показывают взаимосвязь с более высоким риском рака. И только временококи показали взаимоотношение риска колоректального рака. Важно также разнообразие микробиома. Для колоректального рака биоразнообразие – это число различных видов микроорганизмов, которые мы выходим в образце. И в большинстве исследований была показана явная взаимосвязь между риском рака и числом различных видов в образце. Чем выше число, тем ниже риск. Это относилось только к некоторым видам рака, в частности, к раку шейки матки. Если мы говорим о микробиоме и риске рака, я не уверен, что вы можете сейчас прочитать весь слайд. Я хотел бы здесь просто показать сложность того, как микробиом может относиться к риску рака и как он может относиться к нему на разных стадиях развития рака. Это генетицирование, способствование дальнейшего роста, прогрессирование. На всех этих стадиях микробиом может повлиять. Поэтому очень сложно изучать, занимать связь. У нас не так уж много исследований в теоретике микробиота, кроме микробиота кишки. У нас мало больших когорт исследованных и необходимы более стандартизованные методы изучения. Также во многих исследованиях были дополнительные факторы, которые могут повлиять на точность исследований, потому что рак связан с большим числом генетических факторов и факторов окружающей среды. Очень сложно отделить отдельный фактор от других. Я показал вам связь диеты и рака, и микробиома и рака. Какое же может быть взаимодействие, взаимосвязь между диетой, микробиомом и раком? Так, из исследований, которые изучали диету за последние несколько лет, были сделаны несколько хороших публикатов, которые показали, как микробиом менялся в течение столетий. И вы видите, что в те времена, когда люди еще были собирателями и охотниками, у них был очень разнообразный микробиом. Когда люди начали провести определенные диеты, например, в популяции фермеров и рыбаков, все равно было достаточно большое разнообразие микробиома. Но сейчас, когда мы переходим в эстрадизированную популяцию, в городскую популяцию, мы видим меньше разнообразие в микробиоме. Она значительно ниже, чем раньше. Также очень недавнее исследование, которое было выполнено нашим адмирантом, Сильва Пизанна, в городе Финляндии, показывает, что разнообразие микробиома в значительной степени зависит от излишнего масла тела. Как вы видите, у детей с ожирением значительно меньше разнообразие микробиома, чем у детей, у которых нет излишнего масла тела, чем у людей, у которых нет излишнего масла тела. Можно использовать определенный суррогат при создании машинной модели. И на машинной модели также видно, что плохие пищевые привычки снижают разнообразие микробиома. Исследы, которые я уже показал вам, было понятно, что существует взаимодействие между этими тремя концепциями. ИВСФ показало взаимодействие между диетой и раком. И также мы видим из семантических обзоров то, что есть взаимодействие между микробиомом и раком. Из истории мы видим также, что есть взаимодействие между диетой и микробиомом. Это дает нам потенциальные возможности для будущей стратегии профилактики. Когда мы говорим о взаимодействии между диетой и кишечным микробиомом, это довольно-таки сложный пул различных механизмов. Поэтому необходимо отвергулировать различные компоненты, которые могут влиять на состав кишечных микробиотов. И существуют окружепленные постбиотики, которые создаются, кишечные микробиоты, которые могут влиять на восприятие и вероятность рака. Например, онкогенные компоненты диеты могут быть метаболизированы в онкометаболиты. Например, полифенолы в онкогены. В то время как другие микроорганизмы могут поглощать полиненасыщенные жирные кислоты, которые оказывают протективное действие в определенных раках. Поэтому диета оказывает свое воздействие в других факторах, может приводить к разные сценарии. Один из сценарий – это симбиоз и гемостаз микробиота. Другой сценарий – это дисбиоз. Это важная проблема микробиоты, когда она больше не приводит к гемостазе. В случае определенных факторов, такие как содержание пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот, это омега-6, полиненасыщенных жирных кислот в первую очередь. Все эти факторы могут влиять на композицию микробиома. И в зависимости от диеты можно прийти к симбиозу или к дисбиозу к лоректарному микробиому. Хорошее исследование, которое привлекло к себе много внимания в 2015 году. Я показываю это на слайде. Здесь показаны традиционные исследования. Показано-двухонедельная пакетно-сменная диета с афроамериканской диеты, которая обычно потребляет вестеронизированную диету на африканскую диету. В то время, как африканцы получали вестеронизированную диету, которые обычно получают афроамериканцы. Я показываю, что уже ранее, что у афроамериканцев значительная часть возвращается к лоректарному раку. Как вы видите, 65 случаев на 100 тысяч и менее 5 на 100 тысяч в сельских районах Африки. И авторы исследования хотели бы понять, в чем причина, какие виды пищи могут вызвать появление рака. И через две недели такую диету они уже видели изменения в уровне биомаркеров, которые обычно относятся к рискому раку. И также они увидели изменения микробиота и метаболома, которые также ассоциированы с риском развития рака. Например, было снижение количества вторичных жирокислот, которые считаются риском развития рака у тех, кто употреблял африканскую диету. Поэтому похоже, что есть взаимодействие между этими тремя концепциями. И очень сложно изучать все эти взаимодействия. И это слайд, который я хотел вам показать. также в рамках дискуссии, потому что она демонстрирует все факторы, которые вносят определенные смущения в литературные данные. Это связано с дизайном исследований, которые мы используем, которые могут привести к совершенно разным выводам. Итак, почему у нас есть такие разнообразные результаты исследований? Если мы изучаем диету, диета – это очень вкусный фактор. Это пожизненный фактор. Важно понять, на каком временном окне вы должны сфокусироваться. Существует определенное взаимодействие между не знаем, что вы должны изучать. Пищу, привычки, компоненты. Мы не все знаем о компонентах диеты. Поэтому множество из них также могут в различии образы влияют друг на друга, возможны антагонистические и синергистические эффекты различных компонентов диеты. Также существует роль генома и генетической вариации. И очень сложно измерить количество потребляющих продуктов, которые диеты имеют со временем. Итак, это очень сложно исследовать это взаимодействие между диетой, микробиомом и риском рака. Как вы видели на предыдущем слайде уже, существует значительное число вызовов при оценке диеты. Есть очень похожие вызовы, которые мы изучаем микробиомы. Существует очень значительная личная особенность микробиома. Существует определенная роль генома. Микробио меняется с течением жизни, с изменением следа жизни. Существует фактор внешней среды, который также влияет на микробиом. Все равно есть много вопросов, которые связаны с методами, которые мы используем. Хотя у нас есть большое количество возможностей. Как уже доктор Ирейра упомянул в предыдущих слайдах, и предыдущие докладчики также упоминали, существуют возможности, такие как формирование международных групп, формирование программ скрининга, организованных программ скрининга, которые могут потенциально создать возможности для того, чтобы расшифровать это взаимодействие между диетами и другими факторами микробиома или риском рака. развития рака. И сейчас мы вместе с доктором Гюнтером руководим определенными аспектами, определенными организациями. Мы позволяемся расправить скрининг для корректования рака, простой юрификальный тест. Можно понять, в какой степени можно использовать этот тест также для изучения микробиома, чтобы понять, насколько микробиом может иметь отношение к риску развития рака и в какой степени он может иметь отношение к факторам образа жизни, как могут все эти факторы взаимодействовать, как нам можно получить дополнительные свидетельства, чтобы разработать стратегии профилактики. Нам, скорее всего, понадобится интеграционный подход в отношении программ скрининга, и в этом случае нам необходимо сформировать группы. Итак, я хотел бы поблагодарить моих коллег, особенно доктора Смелого, который существует здесь, за замечательное взаимодействие с нами. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Есть вопрос. У меня такое впечатление, что, может быть, я ошибаюсь, конечно, поправьте меня, что, наверное, очень трудно повторить исследование, да, получить такие же результаты, да, на самом деле, по макробиомам, да, здесь, конечно, возникает важная проблема, мы пока не знаем, как воспроизводить эти исследования, действительно, здесь есть противоречия и сложность, а как мы можем повлиять вообще, изменяя диету, как мы можем повлиять на макробиомы, изменяя диету или как? Да, но, наверное, потенциально это идеальное решение, мы так его видим, мы видим, что макробиом имеет меньшее разнообразие, и, значит, у нас и в диетах тоже возникают такие же точно ситуации, поэтому мы должны посмотреть, как определенные факторы, связанные с диетой, могут сказаться, а может быть, разнообразие может повлиять на микробиомы и привести к сокращению риска возникновения рака. А что нам делать со всеми пробиотиками, которые так сейчас пропагандируются в магазинах? Стоит покупать и потреблять их? Да, как это будет сказываться на микробиоме? Я думаю, что вопрос очень важный, потому что, как я показала, действительно, ВОЗ не рекомендует различного рода добавки, даже использование каких-то таких продуктов с усиленными содержаниями чего-то может повлиять негативно в наше состояние. как доктор Эрера говорит, когда мы начинаем манипуляцию с этими добавками, лекарствами, это все сказывается на нашем гомеостазе и может создать проблемы, другие проблемы. И по этой причине для здоровых людей, я не говорю сейчас о больных людях, я говорю о здоровых людях, я не советую им различного рода добавки, не советую какие-то продукты с особыми способами переработки, потому что мы пока не знаем, как это может сказаться на них. Да, просто разнообразная диета, вот наилучшая рекомендация. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова